Золото Союза Наш фильм расскажет не только о его спортивных достижениях, но и о том, как закалялся характер Малафеева, как появился его искренний футбол, о принципах Малафеева в футболе и в жизни. Но всего этого могло и не быть. Ведь Эдуард Васильевич родился в 1942 году в эвакуации в Красноярске. Детство прошло в тяжелые послевоенные годы в Коломне. И уже тогда Малафеев усвоил на всю жизнь многие уроки родителей. Всегда надо оставаться человеком, ставить духовное выше любого материального и много трудиться. Папа действительно был человеком немногословом, если вот с другими понимающим дело. Он такой был человек дела. Очень много умел. Но какой он частюля был. Мы же водили. В тот период времени было же голодновато. Мы водили и поросят, и кур, и уток, и гусей, и корову. И что мы только не водили. Понимаешь, мой золотой? И это уже нужно у нас же двор. Но если вы сейчас вот увидели в то время, я вот сам-то представляю, но я думаю, а как же папа так вот мог все делать? Он приходил с утром, вставал там за час раньше, и приходил когда. И такой двор был в такой чистоте. Как при всем при этом у него хватало времени на футбол? Все хватало. На все. Если человек хочет в этом плане делать, это вот когда футбол-то он, наверное, начал заниматься, я-то еще маленький был, я-то вот и хорошо задал вопрос. Видимо, когда футбол-то был, наверное, чуть полегче. Может быть, там где-то с точки зрения, наверное, и подплачивали немножко. Он и на заводе работал, и, видимо, команда чего-то такой, может быть, где-то какие-то маленькие, но маленькие дежонки были. Поэтому, может быть, не было смысла. Там кур водили, оставили, кур, гусей, а уже этих крупный рогатый скот или что-то такое, уже не брали. Поэтому он играл тоже, да, хорошо. Вот я у него в этом отношении всегда, у меня зависть была, он бежал очень здорово. Вот если бы скоростенка у меня была бы такая, как у папы, я бы еще раз говорю, я бы был, ну, менее уладим. Понимаете, в чем дело? Мне бы было, я бы больше забивал, больше бы радости людям доставлял. О роли отца вы нам рассказали. Давайте поговорим о маме. Что она вам дала? Да, мама, я вам хочу сказать, мама была, родилась в деревне. Вот. Она, я вам хочу сказать, была красивая женщина. Вот. Она была на 5 лет моложе. Папа. Он с 14-го года, она с 19-го года. И, понимаете, в чем дело? Она, как говорят, помогала в этот период. Она работала. Она работала, как говорят, везде. Она, я не знаю, сейчас я уже и не помню. Она все время работала. И вот момент какой, папа как-то у них, ну, не знаю, может быть, он ревновал или что-то. Он часто говорит, все. Он ее Нюра звал. Анна она сама. Нюр, Нюр, нет, давай, все, с работы уходи, все, давай, здесь. И вот когда она сидела, нам тяжеловато было. Как только мама шла опять на работу, мы опять, как говорят, нам полегче было. Уже где-то, где-то колбаска иногда, кусочек где-то возьмешь. Хлебушка-то побольше, а колбаски-то, смотрите, чтобы как бы отхватило побольше. Был такой момент, но я тебе хочу сказать, а вот говорят некоторые с какой-то такой, какой-то обидой или что-то, что-то хотят почерпнуть. А мне наоборот, ну, настолько прекрасно все было. Кусок хлеба, и идешь там уже, особенно сейчас весна, вот такое время, уже лучок созревал или что-то, с лучком туда-сюда все эти вещи сделаешь. Я вам хочу сказать, детство прошло изумительно. Страна после войны только восстанавливалась, а потому надо было много работать. Родители Малафеева не исключение. На помощь в воспитании маленького Эдика пришла бабушка Просковья Васильевна, которая сыграла в его жизни колоссальную роль. С раннего детства Эдуард Малафеев не только заразился футболом, но и знал наизусть много молитв и стихов. И это заслуга бабушки. Именно она начала развивать его память, воспитала в нем духовного человека. И сегодня Эдуард Васильевич может с легкостью читать стихи наизусть. И это 80 лет. Бабуля меня под свое крылышко взяла, потому что мама и папа работали. И вот я с ней проводил все время. Она меня всегда брала в церковь. А уже где-то к 7 годам я уже вам рассказывал, я уже помогал священнику. Ризу одевал, пел на крылосе вместе с хором. Бабушка всегда, как говорят, дружила со старушками. Ну и когда они сидят, эти старушки, она мне говорит, ты прочитай. Васенька она меня звала, я крещённый-то Василий. Васенька, прочитай. Ну и я начал читать. Смотрю у старушек слёзы. И она увидела, наверное, меня, что я так, как-то на меня порезал впечатление. Говорит, а ты можешь вот ещё вот так вот, я бы старушки будут приходить, там тот. Я говорю, конечно. И она вот так, незаметно, меня так втянула. Я и Пушкина, Лермонтова, то есть, классику всё изучал. И молитвы обязательно. Две молитвы, два стиха. Эдуард Васильевич, с самого детства, несмотря на тяжёлое время, на работу, которой тоже приходилось заниматься, помогать родителям, было место и футболу. И таким образом вы доросли до любительской команды в Коломне, до авангарда. Футбол всегда был тоже на первом плане. Видимо, то, что папа, наверное, был футболист. Мечи старенький приносил. Мы их штопали все, мама там помогала. Мы даже создали уличную команду. Улица на улицу играли. Мама пришивала номера. В общем, я вам хочу сказать, мы так организовывались. У нас было настолько этот лух, как говорят, нам очень важно нужен. Мы ни в коем случае мы там были. Там и волейбольная площадка, и городошная площадка, и всё остальное было. А ведь в команду авангард юного Малафеева могли и не взять. Ты маленький какой-то, не подойдёшь, сказал тренер. На счастье это услышал футболист команды Виктор Капитонов, который был наслышан о дворово-уличных успехах Эдуарда. Ты что парня в команду не берёшь? Это же будущая звезда, возразил он тренеру. И в первой же игре Малафеев забил три мяча. Закончив школу, пошёл на завод с лесарем и поступил в машиностроительный техникум на вечернее отделение. Так велел отец. Необходимо получить серьёзную профессию. А в 1961 году тренер авангарда Виктор Жарков рекомендовал своего подопечного в московский Спартак. Казалось, что путь в большой футбол открыт, но Эдуард был вынужден отказаться. В семье не было денег на ежедневные поездки за 117 километров в Москву на электричке. Жарков отдал свой проездной билет. И этот проездной стал пропуском в большой футбол. Из дубля молодого Малафеева начали привлекать за игры главной команды Спартака и включили в состав молодёжной сборной страны. Но в 1963 году Малафеев переходит в Минское Динамо. Пригласил меня Севидов. А до этого я почему пошёл? Во-первых, папа мне говорит, это республика самая нравственная. Одна из самых нравственных республик в Советском Союзе. Это раз. Второе, сюда, здесь, по сути дела, из Спартака. Рёмин пришёл. Вот Рёмин сыграл самую решающую роль в моём переходе сюда. Мы с ним дружили. Мне негде было. Вот я попал в сборную Советского Союза, малая, это, юношескую. Мне, ну как, с колонной ехать в аэропорт потом, как всё. Вот он, я у него ночевал, бабуля, как сейчас помню, его, ишенку нам утром сделал, и меня провожали в аэропорт. Вот я как раз здесь Игорь. И Игорь мне сказал, Эдик, давай переходи, у нас сейчас подсобирается команда хорошая. Когда он уезжал, и его не было в команде, мы в это время играли, это, Минская Динамо, была команда немножко ниже уровня своего, понимаете, возможностей. А вот, когда он играл, и у нас у всех такой, был прилив сил, уверенности, что, ну, Эдуард там впереди, он забьет, он поможет. И такой вообще был игрок коллективный, он не жадный был, играл на команду. В 1963 году Константин Иванович Бесков вызвал игрока Минского Динамо в сборную СССР. Неудивительно, ведь по итогам сезона Малафеев был включен в список 33 лучших игроков чемпионата. Малафеева звали все московские команды, Киевская Динамо, но Эдуард Васильевич остался верен Минску. А в составе сборной было много знаковых матчей, чего стоит только Евро 68. В полуфинале ничья со сборной Италии, пенальти тогда еще не били. И все решила подброшенная арбитром Монетко. Выпал Орел и в финал прошли итальянцы. Конечно, расстройство, страшное расстройство. Все это дело, ну как, могли бы за первое место играть, а так за третье, четвертое. Понимаешь, в чем дело? И заиграли с Англии за третье, четвертое место. Они с Югославами играли. Ну что сделаешь? Это еще раз говорю, это надо все переживать. 1965 год. Перед чемпионатом мира сборная СССР провела товарищеский матч с бразильцами на легендарном стадионе Маракана. Действующие чемпионы мира выставили сильнейший состав во главе с легендарным Пеле. Малафеев играет за сборную СССР. Приезжаем туда на матч, народ еще ревет с трибуны и все это иное. Там все говорят, ну вы сегодня получите, сколько нужно и так далее. Мы 2-2-2 сыграли. И что я самое главное, мы в этом матче, меня очень в это повезло. Он 10 номер, и я 10 номер. И мы две швейцарские фирмы пришли. Одна швейцарская фирма часы нам дала, чтобы мы подарили бразильской сборной, бразильской сборной, чтобы они подарили нам. И мы с Пеле друг другу отдали часы. Тренером Эдуард Васильевич стал в 1975 и в конце года принял команду Брестского Динамо в чемпионате БССР. А в марте 76-го в Москве открыли высшую школу тренеров. И Малафеев не задумываясь ринулся туда. При этом потеряв не только работу в Бресте, но и воинское звание. Он первым защитил дипломную работу и получил красный диплом под номером один. По сути, став первым профессиональным тренером в Советском Союзе в 34 года. Да еще и всем своим маститым коллегам по школе на прощание раздал свои принципы игры. Довольно дерзкий поступок молодого человека. Удивительно, но о тренерской работе футболист Малафеев стал задумываться в 26 лет. Тогда еще до конца не понимая зачем и почему, но с первой тренировки в составе сборной СССР Малафеев вел конспекты. Мне очень было важно себе взять то, что много вот особенно у Константина Ивановича и Михаила Иосифа и Кушина. Я почему это все записывал, потому что это действительно выдающиеся были тренеры. И я это, да, и я вам скажу, они у меня и сейчас где-то лежат. И я, откровенно говоря, когда их проверяешь, у них интуиция была богатая. Для меня было интересно, почему я писал. Я вот приезжал сюда, здесь тренировки были. Вот у нас, например, было, Сан Саныч, помню, на тренировку скажет, как что, на тренировку шли, там встанешь на поле, он скажет, и побежали все. А у Константина Ивановича было так. Приходишь, там уже квадратики размечены туда-сюда. Не бежать это, как это. Мне как, как я иду на тренировку, только бы не бежать эти круги. Эдуард Малафеев человек, не изменяющий своим жизненным принципам, но тренер Малафеев также имеет принципы футбольные. Им должны были следовать беспрекословно все его подопечные. Только тогда получается команда, способная решать максимальные задачи. Самые основные принципы игры, принципы работы, это у Васильевича были трудолюбие, самопожертвование, даже можно так сказать. Но и самое главное, что он никогда не терпел, чтобы на футбольном поле получались такие моменты, что кто-то выступал в борьбе, кто-то, если, допустим, получил определенный ушиб, мог себе позволить, допустим, и поваляться на футбольном поле. Он сразу возмущался. Если у нас только считалось, допустим, травмой, то если кровь пошла, или, допустим, там уже образовалась такая гематома, травма, что ты не можешь двигаться. Там уже у нас и появились, собственно говоря, принципы игры, которые непосредственно у нас висели, мы должны были запомнить наизусть. Но хотя в игре отдавались так, что это всегда помнилось. Придя в команду, он сразу же обозначил свои принципы игры. Достаточно современные с точки зрения постановки игры, результативности, быстроты перехода из обороны в атаку и так далее. Ну, естественно, в углового угла была поставлена дисциплина команды и взаимоотношения в команде между игроками и тренерским штабом. То есть, он предполагал, что команда должна быть вроде бы какой-то семьи. Понимаете, он пришел, обозначил свои принципы, да, и всем было все понятно. Главное, что он условно раскрепостил всех ребят. То есть, проповедник был такого футбола, ну, скажем так, импровизационного. То есть, но импровизация не до безумия, что хочу, то и ворочу. У него, то есть, он приветствовал такую разумную, креативную игру в основном в атаке. Понятно, что в обороне это такая линия достаточно, она постоянная и основные, в принципе, футбол, они всегда сохраняются. А уже в атаке, да, это импровизация, это, условно, полет мысли. Выделить его, вот, конкретный матч это невозможно. Он к каждому матчу относился как к последнему. И настраивал ребят тут, чтобы с первой до последней минуты только атакующий футбол. Вот как он сейчас называет эту тику-таку, это, это говорит, не мой футбол, наш футбол, это все время вперед обострением, передача, врывание в штрафную площадь, борьба до конца, не останавливаться. Он проповедовал такой футбол. Да, ребят, дошло, нас признали в Советском Союзе, что мы очень агрессивный, хороший футбол играли. Были принципы у Адара Васильевича всегда четкие и ясные. Всегда не только для игроков команды основного состава, не только в учебно-тренировочном процессе и не только в игре, но и для нас те, которые работали с командой. Значит, это медицинский центр, это и администраторы, это и начальник команды, это и тренер. И в первую очередь это быть человеком, быть психологом. Почему? Потому что футболист это очень тяжелая профессия, очень тяжелая профессия. Он устает не только морально, но и физически, потому что по две тренировки в день. Где-то недосыпание, где-то в семье ребенок заболел. Футболист он такой, что он волнуется, потому что мы все время были на сборах. И они, эти ребята, всегда ищут добро. Добро от тренерского состава, добро от медицинского персонала, добро от наших девочек, которые обслуживали на кухне, от повара. Понимаете, все это от работников стаек, начиная от работников, тех, которые отвечали за футбольное поле, работников тех, которые отвечали за футболистов. Понимаете, поэтому мы вкладывали все для того, чтобы футболист как можно меньше волновался, как можно меньше тратил свою энергию по пустякам. Эдуард Васильевич Малафеев говорил, это играйте изо всех сил. То есть то, что у вас есть, то, что вы можете отдать на поле, отдать. Перед каждой игрой он все время говорил, что я хочу, чтобы вы 50-60 минут, но был максимум на поле. Тем самым он давал понять, что выходи и действуй на максимуме. Игра это бой, а в бою температуру не меряются. Я играл с температурой. Были такие игры. 38 и вперед. Там врач какой-то укол сделает для понижения. Вот настроение такое было, что играть, играть. И мы играли, получал удовольствие. И готовы были хорошо, функционально. Сейчас игроки, тренеры как можно играть через три, через два дня, как можно играть в Европе через три дня все время. Если взять Киев выезд, перелет в Алмату через два дня, перелет в Ташкент через три дня, Киев 3-2 обыгрываем, в Алмате 2-2 и 3-0 в Ташкенте в 40 градусов. Все упирается в подготовку. А подготовка это каждодневный труд. Всегда хочу от своей команды видеть максимум на поле. То есть то же самое, что Эдуард Васильевич говорил, 50 минут у тебя есть максимум. Максимум устал за меню, но дай максимум. Основным из принципов Эдуарда Васильевича, что мы играем прежде всего для того, чтобы показать себя, какие мы хорошие, чего мы можем добиться как футболисты. Но самое главное, то, что говорилось Малафиевым, что мы играем футбол для болельщиков. И даже если мы когда-то не будем выигрывать, но мы будем красиво играть, болельщики будут приходить смотреть. Безусловно, это основной принцип игры был Минского Динамо. Даже вот у нее было сказано, мы должны, я как вратарь, вот этот принцип не сильно понимал, наверное, и Вергенко не сильно понимал, потому что он говорит, для меня как тренера самое важное выиграть матч не 1-0, а 10-9. Я все время возмущался, ну как это так, вратарь получит 9 мячей, но в принципе для болельщика такой матч он интереснее. Тот, кто боится болельщиков, то он не настоящий футболист. Болельщики, ведь для чего футбол-то нужен, мой золотой? Футбол нужен для болельщиков. И вот если не прививая, вот я сейчас и в школе говорю, говорю часто и в дублю, и говорю даже основном, надо чаще встречаться с любителями футбола, потому что это очень важно, отчет должен обязательно быть, не сами по себе, футбол никому не нужен без зрителей, не нужен футбол без зрителей, это надо знать, надо знать, кто твой лучший друг, кому ты всю жизнь обязан, и для кого ты должен играть, и во имя это болель любителей футбола. Если этого нет в голове, то ты никогда не достигнешь сияющих вершин и стремлений какого-то более высокого уровня. Ты будешь таким, понимаешь, в чем дело, ну как сказать, я даже не знаю, как назвать, люди, не помнящие, наверное, своего родства, родство-то в болельщиках, и к ним надо стремиться, мой хороший. Если ты не полюбишь болельщиков, искренне не полюбишь болельщиков, я бы, например, таких ребят бы отчислял, и отчислял, и были моменты, ну так, ну не так вот как-то, уйди, совсем уйди, а так, технично, как говорят, говорю, вот там тебя в другой команде ждут, я вот договорился, и так далее, и так далее, вот и весь вопрос. Футбол, который проповедует Эдуард Васильевич, настоящий. Каждая атака должна закончиться ударом, поворотом, чтобы футбол нравился болельщикам. Только вперед и быстрее, выиграть время, выиграть все. На поле не должно быть равнодушных. Сам Малафеев отдавал всего себя, будучи футболистом, и став тренером, требовал стопроцентной самоотдачи от своей команды. Это искреннее отношение к его любимому футболу. Искренний футбол, это ваш бренд. Но, вот, он появился, вам один из журналистов подсказал вот это слово сочетание, да, и оно закрепилось. Это не один, а это вот здесь, вот его дача здесь. Вот почему это как раз его супруга как раз посоветовала, чтобы мы здесь вот вместе с ней сидели. Болдырев Дмитрий Михайлович. Там много, я вот так же рассказывал ему, как вот с тобой говорю. И он сказал, что это искренний футбол. И вот в такой искренний футбол играют не только ваши команды, но он, как мы с вами уже беседовали, есть в Англии, да? Вы как игрок... Он везде есть. Он везде есть. Везде есть. Но вот в Англии... Да, вот это вот ты правильно очень подвел как раз. Молодец, Максим, подвел. Дело в том, что вот оттуда, наверное, все и зародилось у меня. Вот этот динамичный, искренний футбол в Англии. Особенно я, когда посмотрел вот эти четвертую, пятую лигу, третью, эти. и везде такой футбол, что это... Не уйдешь оттуда, потому что настолько они отдаются этому матчу. Даже на и такие матчи ходят полные стадионы, там, они поменьше эти стадионы. Четвертых, пятых лиг. И все это дело идут. И вот, поэтому я это не только принял, это вопрос самый главный. И меня вот осенило, наверное, вот это, и как раз Дмитрий Михайлович, как он сказал, вот это вот искренний футбол. Когда меня, меня же смеялись, потом часто как бы подкалывали. Я говорю, да вы же сами иногда играете в искренний футбол. Вот тот же. Разве Киев не играет в искренний футбол, я говорю. Смотрите, какие труженики, как они, как болельщики болеют за них и все остальное. Я же вот так. Поэтому у меня никогда не было такой какой-то с риском злой предвзятости этому Лобановскому. Зачем мне нужно? Другое дело, что он, мне его, как говорят, он человек был, вот мне так казалось, он был человек, который все до этого в борьбе все приемы хороши. Или там, как это говорится. А я нет. А я нет. Нет. Каким вот способом, это тоже очень вопрос важный. Он эмоциональный, он переживал и проживал игру, наверное, каким мы, да, вот есть хорошие слова, что каждый игру у артистов, что каждый спектакль надо прожить. Я думаю, он каждый матч проживал. Именно проживал, не просто, он проходил этот матч, а именно проживал. Эта эмоциональность, допустим, естественно, тоже передавалась многим ребятам. Бывали такие моменты, когда в жизни там тоже на установке некоторые, наверняка были у нас и такие, которые сидели, блин, опять говорит, уже все знаем, все, а потом, когда вот эти порывы его, всех встряхнет, все, все уже все нормально пошли. Я никогда не сидел на скамейке. Я всегда ходил. Я всегда ходил. Я настолько эмоционален был. Я вот сейчас смотрю за некоторыми, есть подражатели мои, много подражателей. Вы понимаете, я не мог в этом отношении. Я все время говорил, я все время разговаривал с народом, в смысле там с болельщиками. Все время разговаривал. Все время здесь. Здесь даже вот таким образом иногда было, вот когда я там стою все время, стоял. Я даже где-то делал, и когда вот я где-то идет, кто-то играет плоховато. Я где-то даже повернусь к болельщикам, к болельщикам повернусь, я говорю, вот видите, мои хорошие, я ему говорю, Петя, ты вот посмотри болельщики-то что видят, не нравишься ты сейчас играть, игрой-то такой мой хороший. Ну ты давай прибавить, как мы договаривались играть-то? Мы же, ты помнишь, как начиналась у нас, и начинается установка. Что я первый спрашиваю? А я спрашивал одно, когда вот шел на установку. Говорю, все живы-здоровы. Кто сегодня не может играть в полную силу? Молчок. Молчание знак согласия. Говорю, хорошо, но учтите, если только кто-то выйдет на футбольное поле и будет не выполнять полностью так, о чем мы договорились, пеняйте сами себя. И вот я начинал, даже где-то вот иногда, когда я был слишком раздражен и не видел. Ну, пришлось, приходилось и убирать, ребята, и все остальное. Вот. Моя задача была обязательно впитывать, то есть мы договариваемся, что вот играть, играть вот здесь, там, например, от своей штрафной площади здесь играть в одно касание, а там кто-то передерживает, и не один, а там два, три человека сразу. Все, ритм убирается. Что я говорил на тренингах в установке? Ритм главный в жизни команды. Что же вы, подлецы, там делаете? Я говорю, Петя, как тебе не стыдно, мой золотой, а? Что ж ты делаешь-то? Почему ты мяч передерживаешь, дорогой ты мой? Подскажи, Сережа, там, Боровский, капитан, подскажи, Сережа, ну, разве так можно? Ритм, куда вы? И все, и вот таким образом, а как, по-другому? Подсказки всегда были, и всегда, иногда они были просто, я уже как сейчас тренеру, что, ну, чтобы держать ритм. Кто-то играл в одно касание, и он кричал в это время, подсказывал, быстрее, быстрее, ну, получалось, что вроде как слышишь, но просто играли в одно касание, мы нас научили, и там он научил играть в одно касание. Да и вовсе весь матч было слышно, так, и иногда как-то и отвлекало, в принципе, громадное уважение было к нему у всех ребят, и никто как бы особо и не мог ничего, скажем, в ответ сказать, ну, там, чуть-чуть перекинуться, если только прокоп с подышем, ну, так все воспринимали, и вообще он такой, если его что-то не устраивало, на футбольном поле он игрока мог бы заменить, независимо от возраста, от статуса, и тому подобное, мог и на 20-й минуте первого тайма заменить. Эдуард Васильевич это отдельная страница в моей карьере тренера, это человек эмоциональный, это человек всегда может завести команду, его, конечно, выражения до сих пор в голове остаются, но это всегда настроение на игру, эмоциональный фон, психология, это, можно сказать, после его слов хочется летать по полю, на самом деле. Эдуард Васильевич принял команду, это 37 лет ему там было, и вот это еще в самом расцвете сил человек, он с нами все время участвовал во всех тренировочных занятиях, показывал, как надо открыться, как надо сделать, а игра в квадрате у него была вообще, он чужому не отдавал, чтобы попасть в квадрат, это была проблема. Эдуард Васильевич, знаменитые динамовские пяточки, игра в паровозик, вот что они устраивали. это все, я не знаю, это уже, я тебе хочу сказать, это каждый, это Юра Пудышев что-то делал. Весь вопрос, у нас бывало, это называется момент вбегания, вбегания в игрока, владеющего мячом. Вот, например, я иду, я иду, я получаю мяч, а ты должен, там, будто игроки идут, за мной, и вот я уже в штрафной площади, там уже ворота все, я замахиваюсь, там кто-то падает, а я наступаю, отхожу, а ты на этой скорости, или сам можешь проскочить, и забить гол, и все остальное. Ну, я тоже, в принципе, какие-то определенные моменты на установке, я там проворачивал все в голове, какие моменты буду делать, так, не так, но когда вокруг тебе рассказывают про стаи павианов, которые там спасают стадо, и люди погибают, выжаки стадо, для того, чтобы стадо сохранить, все равно он остается где-то, паспудно, психологически, ну, и когда ты приходишь спокойно, там, полусонный, или еще на установку перед матчем, вот, и когда ты видишь вот эти вот, квадратные Эдуарда Васильевича глаза, которые уже полностью сосредоточены на этом матче, ну, это невозможно пропустить, это сюда попадает внутрь, ты, может быть, где-то что-то, и не видишь какие-то определенные моменты, но психологически, ты уже полностью накручен до такой степени, что как эту спираль тебе только нужно развернуть уже именно непосредственно в матче. Вы могли быть очень-очень богатым человеком, вот у вас этого стремления к деньгам не было изначально? Ну, дело в том, что я, я родился в простой рабочей семье, понимаешь, в чем дело? Я был всему рад и доволен, то, что даже пусть где-то и жили, а мне казалось, что нам все хватало всегда. Потом я вот начал, когда играть в футбол, наоборот, это мне показалось, что это как-то мне, мне даже первый раз, я даже стеснялся идти получать зарплату, понимаешь, в чем дело? Потому что думаю, ну, как, видишь, это мое любимое дело, и вдруг я еще и деньги получаю из-за этого. Ты понимаешь, в чем дело? Это одно момент такой. Но потом второе, я в этом отношении, ну, как сказать, благодарен себе. Я не знаю, откуда это идет у меня, но я ни копейки, ни одной копейки за игрока не получил. Хотя, как говорят, кто выращивает игрока, он имеет право где-то там 5, сколько, я не знаю, там процентов или что-то было. Потому что я очень много вырастил, ребят, ну, ни копейки и не получил за это дело. И не то слово, я дай бог, мне самое главное, я, вот, я настоящий тренер. Понимаешь, в чем дело? Настоящий тренер. Я не барыга, понимаешь, мой хороший? Вот в этом и есть осмысление и смысл жизни. Здесь от нас зависит уже от того, какие мы родились, ты понимаешь, в чем дело? Ситуация какая? Я не знаю, как. Мне хватало и все остальное. Только просить здоровья и все остальное. А больше ничего не нужно. А как? Ну, хватает все. Безбедно живем и дай бог. И дай бог. Ну, чего же еще-то желать больше? И так у отца было всегда у меня в этом отношении. Понимаешь, в чем дело? Другое дело, что время меняется какое-то. Ситуация такая, там, что-то, то-то, там, а вот детям, а другим, ну, так елки-палки. Ну, дети уже пусть сами потерпят или что-то такое, как говорят. По мере сил и возможности то, что можно помочь, помогаешь. Деньги для него вообще не ценность. Ну, прямо от слова совсем. Он, правда, очень-очень, ну, как помогает, да, то есть, он никогда никому не отказывал. Это не зависит ни от степени родства, ни от степени, ну, не знаю, близости, да, то есть, это какая-то такая его часть, готовая раздавать все, всем, и в каких-то невероятных размерах. Всем давал какие-то хоть маленькие подарочки, но своему лучшему другу Мустыгину, он тоже сказал, он всегда там привозил бусы, там он дарил, да, ну, а нам там жвачки, какие-то значочки, ну, не важно, важно, что, вы знаете, видно, что человек такой, ну, добрый. Я помню, что он привозил сумками спортивными семечки, это было что-то с чем-то, то есть, он уезжал с этим, ну, спортивной сумкой своей, приезжал с пакетами вещей, ну, потому что это все перекладывалось, вот эти вот спортивные сумки, которые были, он привозил семечки, и вся семья садилась, и жарил семечки только папа, и потому что он как-то, ну, они у него реально очень вкусно, он привозил эти пузунки, или как-то они так называются, и вот он мыл их, потом жарил их, в общем, вся семья сидела и наблюдала за тем, как он жарит, потом все сидели, ждали, когда это все остынет, и все лузгали эти семечки, вот это вот очень, вот это я точно помню, он привозил вещи, но я так понимаю, что, в общем, он все время привозил что-то, то, что не подходило, скажем так, да, или очень большое, чаще всего, или очень маленькое, да, и я помню, что, я не помню, откуда он привез, были такие туфельки, черненькие туфельки лаковые, и на них был фиолетовый бантик в горошек, они были обалденно красивые, но они неизвестно, насколько размеров были больше, я помню, что я маниакально часто их мерила, до того момента, как они, ну, как бы мне подойдут, и подошли они мне, наверное, я была уже, блин, в классе втором, наверное, где-то так, то есть, привез он мне, я была совсем еще маленькой. но не только о футболе, у Эдуарда Малафеева есть замечательная семья, и здесь мы узнаем о скромном и чутком Эдуарде Васильевича, любящем не только футбол. Что касается семьи, Эдуард Васильевич, конечно, очень любит Дину, у него три дочери, между прочим, да, я так ему иногда говорю, Васильевич, ну что, дрогнул, пойти на четвертого, да, отказался, но все футболисты, мужики, конечно, хотели там сына и так далее, но вот он воспитал три дочки, это вообще, это супер просто, да. Дина Антоновна, ваша супруга, с которой в этом году уже сколько лет у вас в совместной жизни? 58. 58 лет вместе. Можем ли мы так говорить, что она посвятила себя, в том числе и вашей карьере, тренера, игрока, где-то пожертвовала своими какими-то успехами? Конечно, конечно, даже 100%. Дело в том, что здесь 100% это, конечно. А как она вас поддерживала, Дина Антоновна? Ну, как поддерживала, потому что, ну, здесь было всегда, я приезжал всегда с радостью домой, с большой радостью приезжал, всегда. Мне было приятно, мне было радостно всегда в этом отношении, мне было приятно и радостно видеть ее, и, как говорят, и семью, и все остальное, то есть, это было железно. Когда папа приезжал, несколько дней у нас был полный локдаун, да, надо было ходить на цыпочках, не заходить в комнату, папе надо было отдохнуть, и я помню, что я была маленькая, очень, ну, не совсем понимала, да, мне так, я соскучилась, мне так хочется пообниматься, поприжиматься, поговорить, да, мне так вообще нельзя было заходить в комнату, мама так очень охраняла его покой, его здоровье. Мало уделял внимания, детям уделял внимания, очень мало, и у меня было очень, как говорят, ну, не удавалось мне, как детьми, единственное, младше, вот я вспоминаю, вот этой Катеньке, я читал, она сейчас уже не помнит, я ей читал, столько сказок, и я читал каждый день, и она выучила наизусть их, и сейчас не помнит. Он был очень нежный в детстве, ну, те моменты, которые, скажем так, мы были вместе, их, конечно, было очень мало, но тогда, когда он был, он был очень нежный, он мне читал сказки, как-то, я не помню, чтобы мне мама читала, да, вот папа читал сказки, и Пушкина мы учили вместе, и он так, я так понимаю, что получал истинное удовольствие, когда я их, ну, рассказывала, декламировала, да, и я даже помню такие моменты, когда у нас собиралось огромное количество народу после каких-то там событий, и мне так ставили на эту табуретку, да, знаменитую, и я так рассказывала, и мне аплодировали, хлопали, это были такие очень приятные, теплые моменты из моего такого детства. Тем не менее, есть внуки, вот дедушка Малафеев уделил внукам больше внимания, чем детям? Вот всех больше я уделил, вот сейчас я как раз уже в возрасте в таком, больше уделяю Кириллу, вот у меня, да, я вот, у меня такая, именно дедовская любовь к нему, вот да, если честно сказать, я отдаю, откровенно говоря, все ему, я перед ним как-то даже и балую его, и все остальное неправильно делаю, неправильно, ну вот так вот, как говорят в этом плане, да, вот сейчас Кирюха младший, говорю ему, каким он должен быть, знаю, что все равно в одну уху пока влетает, вылетает, ну, некоторые моменты, что-то все равно, цепляется, наверное, вот, мне очень хочется, чтобы он был, понимаешь, чтобы он проявлял доброту к людям, чтобы добрым был, чтобы он каким-то образом понимает, в чем дело, пусть, я говорю, ты взрывной, он тоже такой взрывной мальчик, и все остальное, ну, в этом плане лучше Кирюшенька, ну, извинись, да. Первого внука он так не прочувствовал, первый внук был тогда, когда он горел еще на работе, да, и он проходил так, очень-очень вскользь, папа пытался сделать из него футболиста, но что-то пошло не так, видимо, вот, когда появился уже, ну, мой сын, это стало просто для папы каким-то невероятным счастьем, у нас есть фотография, когда он сидит в кресле, и этот мой маленький Кирюша такой, ну, совсем еще, может быть, там месяца два, там, два с половиной, и он так лежит у него на груди, спит, и надо просто видеть, было выражение лица папы, умиление, просто, баяние вздохнуть, выдохнуть, чтобы его не разбудить, и это продолжается сейчас, очень беспокоится, ему каждый день звонит, но моему сыну сейчас 13 лет, переходный возраст, понятно, что ему сложно дается такая забота, но он держится, вот поэтому заботится, заботится очень, очень любит, очень заботится, очень переживает, очень часто пытается учить его, да, папа любит учить, любит учить всех, вот, и внук, и я, как бы, не исключение, но это так, я понимаю, что так проявляется его забота, на моя умница, на моя хорошая, на моя умница, на, вот сюда положу, вот сюда положу, не переживай, да не спеши, А вы счастливый человек, Эдуард Васильевич? Ну, я вам хочу сказать, знаете, я вам скажу, счастье ведь это что, счастье это ведь всего, даже не горско, чуть-чуть, 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 счастье это я вам хочу сказать, такое слово его, счастье во всем невозможно, ты понимаешь, оно в каком-то, в какой-то степени выбирает, наверное, человека счастливого, Вот если сказать, счастлив я или нет, счастлив я в одном. У меня получилось вот в жизни, я сначала не знал, что это так получится, что у меня футбол. Поэтому ты про радость интересный вопрос-то задал. Она не только такая радость бывает спокойная, она бывает через кровь, через немогу, через страшный пот и всего остального. То есть вот работа через немогу – это вот радость доставляет. Ты понимаешь, в чем дело тогда? То есть радость – это вопрос, ее совершенно действительно очень-очень мало. И это хорошо, что мало, ты понимаешь, в чем дело. Потому что надо, во-первых, чтобы получилась радость, ее надо как кремнием выбивать искру, так и в жизни нам надо все это дело делать. Радость – это, оно такое, ну, неоднозначное. Мы понимаем ее, а я бы, трудно ее описать всеми. Даже человеческими словами ее трудно говорить. Ее только можно чувствовать там, внутри, сердцем. Она не поддается вот такому, наверное, полному. Может быть, лучше меня бы какой-то писатель сделал. А это вопрос, радость, она очень, и ее мало, и очень мало. И ее надо дорожить. И если она получается у тебя, получается у тебя, значит, ты прожил жизнь не зря. Не зря. Не зря. Спасибо, Эдуард Васильевич, вам за то, что вы такой настоящий и единственный. Да, дай Бог. Спасибо. Спасибо тебе, мой хороший. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok